Возможно, вам кажется слегка необычным такой антураж выпуска Спайсов. Поверьте, это на один раз, и мне он кажется не менее странным. Спайсы, сохрани вас, ребятки! Меня зовут Александр Фарсайт, и это свежий выпуск моей совершенно субъективной передачи. А так как она совершенно субъективная, а выпуск странный, необычный и совершенно оторванный от реальности, тема тоже будет совершенно оторванной от реальности. И тема звучит как способ подавать себя в новом обществе. Не спрашивайте, почему я решил выбрать именно эту тему, просто представьте, что мне сегодня захотелось именно об этом поговорить. Выпуск будет довольно коротенький, потому что все это можно уместить в один тезис, который дальше можно сколько угодно разворачивать. Будьте как можно холоднее. Это не я придумал, это придумал гораздо более умный человек. Я не знаю его имени, и, наверное, никто не знает, но человек, которому это первое в голову пришло, был явно очень умен. Между прочим, о таком способе подавать себя в новом обществе писал своему брату Пушкин. В его письмах можно найти свидетельство того, как он советовал ему, мол, Лёва, не сближайся. И вот почему. Представьте, что вы приходите в какой-то новый для вас круг. Допустим, вы поступаете в университет. Если вы сразу всем в доску свой пацан, это отлично. Но ваше мнение, ваши слова, ваши действия весят столько же, сколько действия и мнения остальных людей. Ровно столько же. Вы с ними на одном уровне, вы изначально себя так выставили. Вы из их среды. А теперь представьте другую ситуацию. Вы приходите. Некоторое время, которое сами для себя индивидуально определите, вы ведете себя холодно, надменно, ни с кем не общаетесь. Ну, конечно же, исключаем приветствия и все такое. Вы ни с кем никуда не ходите. Старайтесь держать себя особняком. Вы думаете, это делает вас изгоем? Нет, это не младшая школа. Это делает вас интересным. Вы начинаете пробуждать интерес. Возможно, негативный. Возможно, всем кажется, он задавака. Но почему он такой? Почему все, вот только что, допустим, из школы пришедшие ребята, они все такие сразу сплачиваются, а он нет или она нет? Вы пробуждаете интерес. Вы моментально оказываетесь на немножко другой социальной ступеньке в рамках этого отдельного общества, такой маленькой социальной единицы. И представьте теперь метаморфозу, когда через некоторое время вы сбрасываете эту маску, не сообщая, конечно же, всем, что это маска, и начинаете непринужденно с кем-то о чем-то говорить. Возможно, сознание окружающих ничего им особенного и не скажет. Но в подсознании, поверьте, будет настоящий взрыв. Это будет что-то необычное, нестандартное, вы опять приковали к себе максимум внимания, и при этом вы не просто поговорили со своими близкими, сверстниками, друзьями, вы молвили. Представьте, это вы буквально каждым своим словом издаете декрет. Вы, по сути, диктуете любое свое мнение, потому что оно ценится больше. Это что-то новое из другой среды, из другого уровня. В итоге, если вы после этого вливаетесь в эту социальную единицу, вы уже никогда не будете просто рядовым ее членом. Вы будете оставаться чуть выше, даже будучи на равных. Немножко похоже на девиз первого меда, первый среди равных. Вот это то же самое. Следующий выпуск обещаю посвятить побольше ответам на ваши вопросы, просто сейчас обстановка немного не располагает. Так что до завтра. С вами был Александр Форсайт. Спайсийский трек.